Полдень. Кофе. Бутерброд. На Болткоме. Разворот. Самые важные вопросы дня. Самые актуальные гости. В прямом эфире Радио Болтком. По рабочим дням в полдень. Участие слушателей обязательно. Разворот. У нас гости. Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира Радио Болтком. 672 12 93 и 9. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Сегодня ее проведу я, Елена Бикульча. Помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас глава комитета образования, культуры и спорта Рижской думы и Женя Алдермана. Здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю, телефон на прямого эфира 672 12 93 9, 672 13 93 9. Вы также можете отправить нам смс-сообщение на номер 144 пишите 939 пробил текст сообщения. Напоминаю, что услуга платная, стоит 10 сантимов. Но, кроме того, не устаю вам напоминать про наш видеочат на сайте 3wmxnews.lv. В окошке прямой видеотрансляции «Радио Болтком» есть видеочат, где вы можете участвовать в нашей дискуссии и задавать свои вопросы. Начнем, пожалуй, с самого актуального. Это с активности с действиями министра образования и науки Роберта Кириса. Он тут в конце прошлой недели оскандалился, можно так сказать. У него возникли конфликты с советом ректоров. Но, кроме того, мы знаем, что он среди министров один такой, ну, в общем-то, не один, но один из некоторых реформаторов. Предлагает изменения как в системе высшего образования, так и школьного образования. Если говорить в целом о тактике министра образования, вы как ее оцениваете? Вы знаете, я считаю так, что образование – это не полигон испытаний. Собственно говоря, в данный момент это полигон испытаний. Тем более некоторые реформы, которые уже представлены, часто бывают, они потом как-то исчезают. Но они создают такой фон, скажем, тревоги и в школах, и у родителей, и в дошкольных воспитаниях и прочее. Ну, такие вещи, на мой взгляд, так не делаются. Идея может возникнуть, это прекрасно, только что у него есть идеи и на реформы, которые, несомненно, нужны в образовании. Но реформу, я бы сказала, так надо выносить перед тем, как ее выбросить в пространство. И если мы, ну так, немножко оглядываемся, то есть где сегодня, например, то, о чем говорилось, что в школе начнут учиться шести лет. Это как-то исчезло, не знаю, на долгое, не на долгое время. Ну да, это звучало со мной, одна из самых первых таких инициаций в Киеве. Далее, то есть длина учебного года, да. Далее, следующий вопрос, о котором говорилось, что школы сами смогут, собственно говоря, очень многие вопросы решать и по содержанию и прочее. Ну, вы знаете, ну, сегодня самый последний вариант, например, что обязательным предметом должна быть экономика, скажем, да. Извините, а почему, например, не логика? То есть если экономисты говорят, что должна быть экономика, чтобы человек смог там рассчитывать свой бюджет и, собственно, ну, когда был кризис во всем мире, под этот кризис попали во всем мире концерны и разные предприятия, где были отличные экономисты, человек, я считаю, должен, например, иметь логическое мышление, чтобы он мог решить вопрос, каким работать своим бюджетом. И, да, я не отрицаю экономику, но, может быть, что-то другое, например, есть люди, которые защищают, что обязательным предметом должна быть музыка, еще что-то. Ну, просто эти вопросы решаются очень просто. Это, значит, беседы, это встречи с профессионалами, это наука, это, скажем, и традиции той страны, в которой ты живешь, реальная ситуация. Это обязательно серьезный разговор с практиками, которые видят, как это может работать, да. И только уже потом, когда выношена эта идея, ее уже дают на обсуждение обществу. А так сказать и потом ничего, сказать и потом ничего, ну, так, это не признак хорошего управления. А если говорить о том сопротивлении, которое встречает сейчас министр, ну, если, например, говорить о тех же самых вузах, вы как думаете, с чем связано такое сопротивление? С тем, что реформы Килиса слишком внезапно свалились на голову, ну, системы образования Латвии? Или все-таки действительно это скорее противостояние просто потому, что противостояние? Вы знаете, в его предложениях на неформу нет ничего внезапного. Например, в середине 80-х годов, я сама была заучим в школе в то время, шестилетки пошли в школу. Это уже было. Я задавала вопрос представителям Министерства образования. Как, скажем, изучалась вот эта практика и почему это отменили? Они не могут ответить на этот вопрос, но отменили потому, что оказалось, что это влияет на психику и знания детей довольно-таки отрицательно. Это уже было, это не новое. О том, что, может быть, надо все же пересмотреть длину учебного года, говорится уже несколько лет. Об этом говорилось несколько лет. Так что тут о том, что у нас много вузов и во многих вузах есть очень похожие программы, которые не дают полное возможности хорошего результата. О том, что, например, преподаватели вузов работают в нескольких вузах и даже переезжают довольно-таки большие расстояния. Там, например, Рига, Рейсик, на Рига, да, Угопилс и прочее, и это хорошо или плохо, это тоже вопрос. Об этом говорится тоже несколько лет, да. Но в данный момент я считаю, что вот эти реформы, которые высшим образованием предлагает Килис, это опять то же самое. Недостаточно серьезно был этот вопрос оговорен с ректорами и со студентами. Обязательно, может быть, на это нужно было полгода, может быть, целый год, но надо было найти нормальный консенсус. Но ведь вполне логично, что ректоры будут сопротивляться тому, чтобы какое-то из их учебных заведений, в котором они работают, закрыли, либо реорганизовали бы. Да, и если это все же видно, что за это студенты, например, это можно всегда, это надо всегда делать, это надо ставить и на общественное обсуждение, да. И если все же приходит, тогда нужен иногда и нож хирурга, да. Мы в Риге, когда начали работать, например, тоже оптимизация школы, это было непросто. Теперь уже мы вошли в такое очень нормальное русло, да, довольно-таки спокойное. Но это было непросто. Ну, просто надо было принять вот такие решения. Это вполне и Килису надо принять. Но перед тем нужно обязательно, очень тщательно все обсудить, чтобы это передать на обсуждение общества. А вот, кстати говоря, Килис проводил какие-то беседы по поводу политики образования именно в регионах, в самоуправлениях, ну, школьного образования, например? Вы знаете, я сама участвую в совещаниях Ассоциации больших городов. И там мы не раз и встречались с Килисом, довольно-таки часто встречались, но ясно было одно, что нам, представителям больших городов из местных самоуправлений, было гораздо больше вопросов и гораздо меньше было логичных ответов. Например? Ну, например, хотя бы о детских садах, да, о дошкольных учреждениях. Да, можно принять закон, чтобы всем абсолютно были эти места обеспечены. Ну, например, Рига, например, Рижский регион, например, Лепая. Это невозможно это сделать, вы понимаете? Нельзя принять вот сегодня закон и через какие-то 2-3 месяца решить проблему, которую просто невозможно решить. Ну, например, Рига. Мы, собственно говоря, уже реализуем вот эту систему в дошкольном образовании. Деньги следуют за ребенком, поскольку мы покупаем места в частных детских садах. И если мы когда начали, у нас было где-то 7 тысяч в очереди, в данный момент 3 тысячи, то есть за 3 года мы сократили на 4 тысячи, но невозможно, вы знаете, совершить чудо. Да, это должно быть какое-то время, чтобы это сделать, да. Так что, когда принимаются вот такие, по всей вероятности, я тоже говорила Киосу, все же нужно было какой-то, например, тем большим городам, у которых вот есть эта проблема, дать какой-то переходный, скажем, период. Вот нельзя для всех применять маленькому самоправлению, где есть один детский сад, и у нас, где, например, в Риге 153. Ну да. Еще одна тема, которая касается школ, но частично затрагивает вашу сферу деятельности в прошлом. Дело в том, что сейчас, вот вчера было заседание под комиссией, да, по патриотическому воспитанию, так называемому, всеми. И прозвучали такие идеи хотя бы насчет того, что нужно, например, возможно, необходимо всем вместе детям петь гимн в школах перед уроками, чтобы как-то вот объединять общий дух, воспитывать так называемую латышскость и патриотизм. Кроме того, была дискуссия на прошлой неделе о том, что вот русские школы представляют угрозу для латышского государства, и от школ нацменьшинств рано или поздно придется каким-то образом отказываться. То есть такая риторика происходит, касается именно школьного образования. Как вы к этому относитесь? Во-первых, как вы считаете, каким образом можно так называемый патриотический дух воспитывать в школах? Ну, скажем, чтобы это было нормально для обеих общин, для всех представителей любых нацменьшинств и латышей. А во-вторых, как вы оцениваете вот такие инициативы вообще в целом? Вы знаете, патриотический дух можно в человеке воспитывать только с хорошим, но не с репрессивными какими-то, скажем, заявлениями. Это абсолютно ясно. Поскольку любое репрессивное заявление, оно сразу создает противостояние в определенном каком-то слое общества. И патриотическое воспитание – это не так. Вот мы сядем там, 6, 7, 8, 4 человека и решим, будем теперь воспитывать патриотическое воспитание. Это связано и с экономикой, это связано с традициями той страны, где это. Это связано, например, с риторикой политиков, которая больше всего зла, между прочим, дает воспитание патриотизма в стране. Насчет того, что вы упомянули, гимн. Да, ну, в гимн есть страны, где действительно, например, школьный день начинается с гимна или начинается, скажем, с Божьего слова. Такие страны есть. Я ни в коей мере не против того, что, например, гимн исполняется гораздо чаще в школах, но не станет ли это, понимаете, ну, гимн – это особая вещь. Значит, это не просто так, что это какая-то песенка, которую мы поем каждый день. Гимн – это в какой-то мере праздник, это особое чувство, это особое, вот, какое-то, ну, я бы сказала, состояние, когда человек поет гимн. Я считаю, что гимн надо исполнять чаще, когда мероприятия какие-то в учебных заведениях производятся, да. Но каждый ли день начинать, не знаю, над этим вопросом, я считаю, тоже надо все же консультироваться с учителями, с директорами, с родителями, со старшеклассниками и думать. Я сомневаюсь, понимаете, рутиной нельзя сделать, им нельзя сделать символику, это не рутина. Но то, что чаще надо исполнять, да, поскольку я сама не раз видела, что учащиеся даже средних школ, извините, даже не знают слова гимна, вот это плохо. Здесь в качестве рекомендаций, которые вчера вот были приняты для того, чтобы этот такой дух единения нации поддерживать, есть следующий пункт. Например, показ кинофильмов, список рекомендуемой литературы, использование государственной символики в помещениях, введение в школах латышских традиций, ну, вот здесь же гимн был, да, ну, например, посещение бывших политрепрессированных. А кроме того, вот госпожа Курсет и Пакула предложила предусмотреть специальный раздел по интеграции детей нас меньшинств. Вот, опять-таки, такие пункты и такой некий специальный раздел по интеграции детей нас меньшинств. Ну, я уже сказала, что эти вещи так высказывать просто так нельзя. Это надо всё очень тщательно обсудить, и вот именно с теми людьми, которые встречаются с детьми, с учителями ежедневно. И они чувствуют вот этот дух, это отношение, эту возможность. Есть, вполне возможно, школы, где, да, в каком-то, скажем, количестве можем вносить довольно-таки большую часть этих предложений. Есть, где, может быть, надо идти шаг за шагом. А есть, может быть, и вещи, которые были предложены, осуществление которых серьёзно надо подумать, необходимо ли это. Потому что, если что-то человеку силой мы пытаемся, извините, вливать как ложкой, да, и говорим, что это вот такая святая вещь, как патриотизм, это может привести к другому результату. О этих вещах очень тщательно надо думать. У нас, кстати говоря, есть комментарии по этому поводу в видеочате. Это я зачитаю, можете пока не надевать наушники. Если гимн превратится в дубинку, то это вызовет обратную реакцию. В принципе, это то, о чём вы говорите. Так, нет, у нас ещё есть пару минут. Кроме того, вот насчёт... У нас вчера в эфире была Людмила Сочнева, которая представляет Весулат ВТБ ДНЛ, сама является тоже педагогом. И она сказала о том, что, в принципе, умные родители, они сами отдадут детей в латышские школы, а не в школу на смешинстве. И если таких родителей будет больше, то со временем необходимость в русских школах, так называемых, на школах на смешинстве, она просто отпадёт. Вы вот как считаете? Вы знаете, я вспомнила в данный момент... Я литератор, да, я вспомнила в данный момент Арию Элксне, которая говорила о следующей вещи, что если человек не знает своих корней, если он не знает свой родной язык, если он не знает своей традиции, то он никогда не будет знать то, чем, скажем, дышит та страна, в которой он живёт. Вот это надо помнить, это всегда надо помнить. И школа национальных меньшинств в какой-то мере, когда мы встречаемся с представителями из других стран, это наша гордость, это литовская школа, эстонская школа, это еврейская школа. Если я могу продолжать эти названия, так почему же всё же не думать и, скажем, что может остаться русская школа, это само собой, и почему надо обязательно думать о том, что всё это надо ликвидировать. Да, со временем школ национальных меньшинств станет вполне возможно меньше, да, действительно, родители отдают часто в латышеские школы, но тут надо помнить то, о чем я только что говорила, поскольку тот человек, который не будет знать своих корней, своего языка, он довольно-таки пустой человек будет. Мы сейчас прервёмся на новости и рекламу, вернёмся буквально через несколько минут и продолжим наше интервью. На Болткоме разворот. Продолжаем программу разворот, сегодня её провожу я, Елена Бикульча, помогает мне звукорежиссёр Евгений Копейн. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня глава комитета образования и культуры спорта Рижской думы Женя Алдермана. Говорим об образовании и многих других актуальных темах. У нас есть несколько сообщений в видеочате, я хочу их зачитать. Здравствуйте, спасибо Рижскому спорту за то, что моя дочь может заниматься волейболом бесплатно, за организацию лагерей на лето, что она в своём возрасте не сидит за компьютером, а с пользой проводит время. Ну, это скорее не вопрос, а просто комментарий. Здесь же есть комментарий, 6 лет в 1 класс это по желанию родителей, а не обязаловка, то есть родители сами должны решать такие вещи. Ну и вот, что у нас ещё есть. Латышизация русских детей – это огромное для них зло, и этому необходимо всеми силами сопротивляться. Ни в коем случае нельзя допустить перевода на латышский язык полностью детских садов и школ. Тоже в качестве, ну, в качестве комментария, да, к последней нашей теме, которую мы обсуждали перед новостями. Я напомню, что телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, мы ждём ваших звонков. Но, кроме того, мне хотелось бы затронуть ещё одну тему, довольно актуальную, которая связана, опять-таки, с вашей деятельностью когда-то. Вы когда-то возглавляли агентство по натурализации, управление натурализацией. Так вот, вчера выступила критика от ОБСЕ по поводу ситуации с негражданами, которая сказала, что к этим рекомендациям прислушиваться не обязана, поскольку это рекомендации всего лишь. Ну и, кроме того, там содержались пункты по поводу как раз-таки детей-неграждан и регистрации детей-неграждан, а также о том, что родители, согласно новым поправкам к закону, родители должны обеспечить то, что дети знали бы латышский язык и были бы лояльны этому государству. Как вам эти поправки и, собственно, реакция нашего руководства государственного на рекомендации ОБСЕ? Ну, вы знаете, я ещё когда работала в управлении натурализацией, я высказывала своё мнение, и я осталась при нём. Я считаю, что действительно те, которые родились после того, как Латвия получила вторую независимость, те уже молодые люди, не только дети, да, я считаю, что они должны получить через регистрацию гражданства. Насчёт того, что дети, кончая школу, должны быть лояльны, то, что говорила Соло Таблт, и, может быть, и то, что в поправках латвийскому государству знает латышский язык. Если такого нет, то мы подписываемся о несостоятельности нашей системы образования, поскольку уже несколько лет 60% предметов в школах национальных меньшинств преподается на латышском языке. И если 60% преподают школу на латышском языке, и молодой человек, который кончает школу, не знает на таком уровне, как просит, то есть, постановление, связанное с процессом натурализации, то это несостоятельность нашей системы образования. Надо думать тогда вот именно о этих вопросах. Насчёт ещё одного, о чём я говорила, люди преклонного возраста. И я не раз высказывала такую мысль, что людям преклонного возраста, если они могут, скажем, отвечать на самые простые вопросы, которые связаны с бытом, где ближайший магазин, сколько стоит хлеб, и если они подписывают обещание, текст которого в законе о гражданстве, вряд ли стоило бы что-то больше от этих людей всё же спрашивать. Но надо учесть, что я думаю, что довольно-таки большая часть из этих 300 тысяч примерно, которые в данный момент являются негражданами, вряд ли они вообще захотят менять свой статус, и поэтому не надо тем политикам, которые, скажем, так громко и так часто беспокоятся в этом вопросе, вот именно беспокаиваться. Да, действительно, то, что, скажем, представляет Евросовет или Евросоюз, это действительно рекомендация. Но нам надо всё же понять, что мы живём в мире, где рядом с нами людьми, которые уже сколько лет, больше, чем 20 лет после получения независимости, всё же являются гражданами, которые родились после уже того, как Латвия получила вторую независимость, и которые выросли, которые кончили школу вот именно с этим процентом, и всё же мы ещё топчемся на месте. Так что вряд ли стоит так говорить, нельзя прислушиваться, надо прислушиваться, надо думать, для этого нам и голову на плечах, для этого мы политики. Но по поводу вот регистрации детей-неграждан, мы знаем, что партия «Реформ» выступает с предложениями облегчить этот процесс регистрации, чтобы автоматическое гражданство предоставлялось детям-неграждан, но как-то правящие силы всё равно, в общем-то, ну, я имею в виду единство и национальный блок, они как-то препятствуют этому. Как вы думаете, почему вообще существует какое-то противостояние этому? Ведь, казалось бы, эти дети, они и так могут пойти получить гражданство, почему бы не убрать эту бюрократическую процедуру сейчас существующую? Вы знаете, это непростой вопрос, я по своей прежней практике. Поскольку есть родители, если, например, ребёнок родится, и сразу ему предоставляется гражданство, и не надо никакой процедуры, то будет обратный процесс, какая-то часть родителей сразу пойдут на отказ своему ребёнку от гражданства. Это будут те родители, которые часто едут, скажем, в Россию, в Белоруссию, ещё в страны НВС, и для них это будет довольно-таки, ну, скажем, неприятно, когда надо будет, они сами всё же остаются не гражданами, ребёнок гражданин, и это уже определённая процедура, которая ещё более бюрократична. Так что это надо смотреть. Я всё же считаю, что можно эту процедуру сделать гораздо проще. Просто у родителя спросить, когда идёт эта начальная регистрация, согласны ли вы, чтобы ваш ребёнок был гражданином, и без представления каких-то документов. Если он говорит «да», всё нормально. Если он говорит «нет», ну, тогда надо всё же оставить вот этот путь решением родителей. У нас есть звонок, Женя Алдерман у нас в гостях. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Здравствуйте, слушаем вас. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Добрый день. Так, что-то у нас с телефоном, видимо, попробуйте, пожалуйста, перезвонить ещё раз. Сейчас пока зачитаю несколько вопросов из видеочата. Будет ли Женя Алдерман на референдуме подписываться за присвоение нулевого варианта гражданства в Латвии? Ну, это та тема, которую я тоже хотела затронуть буквально сейчас. Как вы относитесь к инициативе этого референдума, и как вы вообще будете ли сами поддерживать это или нет? Вы знаете, поскольку вот я уже об этом говорила, там вопрос неоднозначен. И вряд ли из этих 300 тысяч, я считаю, как минимум 100 тысяч довольно-таки равнодушно сами граждане отнесутся к этому вопросу. По этой причине я всё же на этот референд вряд ли буду подписываться положительно. Я считаю, что наоборот. Надо сделать более демократичные все те процессы и бюрократические, и остальные, которые связаны с получением гражданства. Это, которые родились после, то есть, 91-го года. Это люди преклонного возраста. Это дети, где никакого бюрократизма, который рождается в данный момент. Но те люди, которые всё же хотят остаться в этом статусе, это их дело. Потому вряд ли я пойду на референд. Но вот вы работали в управлении нейтрализацией. Вот как вы считаете процент тех людей, которые и не хочут брать гражданство, насколько он велик? Велик. Довольно-таки велик. Ну вот, хотя бы приблизительно. Я считаю, что, я говорю, это минимум 100 тысяч из 300 тысяч, которые не пойдут и не будут получать гражданство. У нас есть звонки по двум линям. Давайте их принимать. Добрый день. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Это Людмила беспокоит вас. Слышь вас. Я бы хотела поздороваться с гостей, что сейчас на радио. Ну и пожелать ей удачи, и рассказать, как я сама интегрирую. Спасибо. У вас какой-то вопрос есть еще? Ну, есть пожелания у меня. Просто понимаете, ну, каждый человек, мне 70 лет было, я шла, училась, шла, сдавала латышский язык, писала гимн, разговаривала на бытовом уровне. Я хотела этого, я хотела интегрировать в Латвии. И хотя я здесь прожила всю жизнь, ну, принят этот закон. Ну, почему нельзя вот сидеть лучше на лавочках, ерундой заниматься, чем учить этот язык? Живут тут бабки по 50-60 лет, даже не могут сказать лабден. Ну, как это так? Я возмущена страшно. И из этого делают такую политику, и делают такие разговоры. Идите, интегрируйтесь, учите, разговаривайте, все будет проще. Спасибо вам большое. Спасибо вам за мнение. Вот такое мнение тоже существует. У нас есть еще один звонок, сразу его привет. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Да, спасибо большое. Вот предыдущая просто прекрасно высказала свою мысль. Мне 71 год. Живу в Латвии с 50-го года. Привезли меня военные родители. С латвичским языком у меня проблем особых нет, но я плохо говорю. Я не понимаю вообще, почему нельзя просто жить в этой прекрасной стране. Просто быть вот, что такое лояльным? Да вот просто не возникать, как, допустим, вот эти вот... Ну, что там пропагандирует этот по поводу русского языка? Назовите, пожалуйста, ее фамилию. По поводу русского? Ну, вот, то, что, допустим, референдум... Лендерман вы имеете в виду? Партию за родной язык? Да, именно Лендерман. Это профессиональный провокатор или просто революционер. Он этим течится, он это делает. А зачем нам это? Мы живем в прекрасной стране, нам хорошо. Я ни с кем из латышей никогда не чувствую никаких проблем. Хотя и не очень младею. В любом магазине, в любой поликлинике, в ее угодно. У меня все прекрасно. Зачем нас пытается разделить? И, между прочим, ваша радиостанция тоже вот каким-то образом на это влияет. Ну, обидно вам это, не обидно. Вот извините меня, да? Но, может быть, лучше было бы, если бы вы очень почаще, допустим, развивали такую мысль и спрашивали тех людей, которым тут удобно и хорошо. Спасибо вам за мнение. Но мы даем всем радиослушателям возможность высказаться. Вы звоните и говорите, высказывайтесь ради Бога. Мы как бы всем даем право высказывать свои комментарии. Есть у нас вопрос в видеочате еще. Что делать тем детям, которые родились тут до восстановления независимости, чем они хуже? Но это касательно детей, которые родились после 1991 года. То, что вы говорили раньше. Это закон, закон не был написан заново. Закон был восстановлен. То есть, тот закон, который работал еще во время первой независимости. И, естественно, что нормы закона мы можем исполнять или не исполнять. Кстати говоря, вот радиослушатель упомянула Лендермана только что. Я хотела вас спросить. В принципе, партия «За родной язык» будет прямыми конкурентами правящей коалиции в Рижской Думе на ближайших муниципальных выборах. Вы как воспринимаете зарю, так называемого, как очень серьезного такого конкурента политического? Я не считаю, что они будут конкурентами коалиции, которые работают в Рижской Думе. В Рижской Думе в данный момент работает очень профессиональная и сложная коалиция. И Лендерман, ну, вы знаете, он здесь виден, я согласна, с тем слушателем, который сказал, в какой-то мир революционер. У нас есть еще звонок. Надевайте наушники. Добрый день. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот тут дама звонила, идите, интегрируйтесь, уря, 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 там, забыла, наверное, на пенсионе, как дела идут. Вопрос такой, вот последней сдачей экзаменов на интеграцию, там, значит, на гражданство, 63% не сдала. Значит, требования этих комиссий увеличились. И у меня такое мнение, что специально рубят на гражданство. Как ваше мнение? Спасибо за вопрос. Вы знаете, я думаю, что специально не рубят, поскольку еще, когда я работала последние где-то два года, да, очень ухудшилось знание тех, которые шли на вот эти проверки по натурализации. Просто те, которые, ну, скажем, в достаточном уровне знали язык, они уже прошли вот эти первые годы, и количество тех, которые не могли сдавать, увеличивалось. И те последние годы, когда я работала в управлении натурализацией. И я думаю, что со временем это еще количество может расти. Очень много таких людей, которые идут просто так, а вдруг? Да. А вдруг? Да. Ну, ведь многие эксперты говорят о том, что после референдума о статусе русского языка, и до этого, после предложения национального объединения о переводе всех школ на латышский язык, ну, ситуация в обществе накалилась, референдум состоялся, сейчас у нас грядет еще один референдум. И, в принципе, довольно, ну, и мы видим со стороны правящей коалиции, такие инициативы по ужесточению уменьшения этих демократических возможностей народа. И, в частности, очень стала резкая риторика о том, что нужно переводить школы снова на латышский язык, что нужно как-то воспитывать патриотический дух. Как вы думаете, может ли это сказаться действительно на ужесточении экзамена по гражданству, а не наоборот, на фоне референдума, который грядет? Ну, вы знаете, мне очень трудно сказать. Я все же уже три года не связана с этой структурой, и как там работают в данный момент люди, не могу сказать. Когда я руководила, мне главное было перед тобой человек, и ты должен к нему относиться с уважением и действительно работать очень четко и очень честно. Я надеюсь, что эти принципы остались. Но то, что... Вы понимаете, отдельные политики, то, что высказывают, очень часто люди принимают как отношения абсолютно всех остальных политиков и правящих правительств людей. Это не так. Просто те, которые высказывают такие мнения, в какой-то мере, извините, но наш масс-медиа тоже участвует в этом процессе. Если что-то есть, какой-то негатив, он обязательно покажется в 5, 6, 7 масс-медиа. А если есть что-то хорошее, часто мы этого не увидим. И так мы где-то начинаем воспитывать людей. У меня есть такой термин. Я говорю, что, милые, дорогие, прекратим наше общество кормить негативом и делать людей наркоманам негатива. Люди уже ждут, понимаете, они ждут уже этой негативной информации. Где кто-то что-то украл, где-то что-то неправильно сделал, где кто-то наступил за как, ох, как это приятно слышать. Так что тут те, которые, вот высказывания, которые задевают большую часть людей, надо более спокойно к ним относиться. И знать, что это просто очень часто политическая риторика, которая работает, тот электорат, ну, скажем, мнение которого представляет другой политик. Здесь есть вопрос в видеочате. Госпожа Алдермана, неужели всем латышам по душе такое противостояние, получается, кто кого, дальше уже некуда? Ну, то есть, противостояние, я так понимаю, как раз-таки между общинами, ну, национальное противостояние. Ну, ради бога, ни в коей мере нет, ну, латыши не такие злые, не такие, скажем, морально необразованные и черствые люди, да, это, я только что об этом говорила. Это высказывание политиков в основном, но это не высказывание, которое мы часто слышим в наших масс-медиа, это не высказывание, это не значит, что так говорит и думает весь латышеский народ. У нас есть звонки, давайте принимать их. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас я уберу ради. Дело в том, что, вот, я слушаю госпожу Линдермана, я был постоянным ее оппонентом, когда она еще была начальником управления натурализации. Она все время меняет точки зрения, вот в чем дело. И дело в том, что я сколько раз ей задавал на Домской площади, когда она пребывала, задавал вопрос в отношении того, что почему не сделают для стариков именно. Старики никогда не выучат уже латышский язык, да. Она соглашалась с этой точкой зрения, чтобы предоставлять. Но потом, вот, и сейчас то же самое, меняет ее. По той простой причине, да, что ей, ну, она говорила полностью, вот, выступала вместе, вот, как она в Латвию с цель вступила, да. Она приняла их позицию и стала выступать тоже против предоставления ничего, выучат. Кто захочет получить гражданство, выучат. Ну, в общем, хамелеон полный. Дело в том, что она, плюс ко всему, еще вот сказала, высказала в вашей беседе, что русский язык, да, если человек теряет, допустим, свой язык, да, он уже не сможет интегрироваться и, в общем, все. Но ведь все делает, и она прикладывала усилия, чтобы русский язык в школах, в русских школах уничтожали. Мы поняли вашу претензию, просто у нас не так много времени и много звонков, госпожа Альдерман. Ой, ну, во-первых, я не госпожа Линдерман, но я Альдерман, да. Это, во-первых. Во-вторых, я никогда не меняла свою точку зрения. И сегодня вот я высказывала в очередной раз, что насчет людей преклонного возраста вполне хватает, что они подписывают вот это обещание и буквально отвечают на несколько вопросов на бытовом уровне. Да, вполне возможно, что можно и рассмотреть, что, скажем, человек где-то после 80-85 лет, ну, такие отдельные люди, это отдельные люди, которые идут на получение гражданства, может быть, только подписать. Я так говорила еще, когда работала в управлении натурализацией, и так я говорю сегодня. Насчет того, что уничтожать русский как-то язык, я вообще не говорила, извините, уважаемые, но я говорила наоборот, что человек, который забывает свой язык и свои корни, он становится пустым человеком. Так что слушайте более внимательно меня. У нас есть еще звонки. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вас. Глуполит. Я вот тоже согласен с госпожой Алдором Ивановичем, не надо никакого автоматического. Зачем вот так вот не граждан взять и опозорить, и вот назвать их гражданами какой-то страны, которые проповедуют подлость, которые проповедуют нечестность, честность, которые проповедуют героику эсэсовцев, ну и так далее, и так далее. Зачем замазывать не граждан какой-то грязью? То есть не надо делать. Я согласен. Ну и такое мнение тоже у нас существует. Вы как-то будете комментироваться? Нет, ну это комментарий человека. Еще один звонок. Принимаем. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. А вот вопрос такой. Служба натурализации сейчас подчиняется министру юстиции Борденсу? Если подчиняется, то там вообще просвета нет никакого. Он тут опубликовал такие пассии, что там вообще туши свет. Служба натурализации в данный момент находится в департамент по гражданству, по гражданству эмиграции, и она подчинена министру внутренних дел. Давайте примем последний звонок. У нас время уже подходит к концу. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Так я попала к вам. Вы знаете, я абсолютно согласна с госпожой Алдермана. Она мне очень-очень симпатична, равно как Ингуна Судроба. Но у меня вот с партии, так сказать, Линдермана, знаете, какие ассоциации? Не даже касательно Линдермана. Но, вероятно, хочется во власти знать, что толку будет, как от запчел. Но я в свое время, в далекие советские годы, работала на заводе коммутатор в 51-м отделе. Это отдел главного конструктора, простите. И у меня был сотрудник Осипов. Мы работали в очень такой разношерстной, в смысле, национальностной группе. Все было идеально. Но вот этот Осипов, он вообще постарше меня, это был какой-то агрессор. Вот агрессор касательно как раз латышей. Вот у меня впечатление, что этот Осипов дед того Осипова. Спасибо. Ну, тоже у нас такое тут наличность слегка мы перешли в конце программы. К сожалению, нам на сегодня пора заканчивать наше интервью. В гостях у нас сегодня была глава комитета образования, культуры, спорта Рижской думы Женя Алдерман. Разворот сегодня провела Элина Бикульча. Помогал мне звукорежиссер Евгений Копин. Но мы с вами прощаемся. До свидания. Всего доброго. Спасибо. До свидания.